итак всем доброй ночи продолжаем с вами тему о мертвом мире значит вопрос еще раз напомню пожалуйста напишите под роликом мир мертвых ваши вопросы я отвечаю на эти вопросы и удаляю чтобы 2 3 раз не отвечать или там не перепутать под другими роликами не пишите я не буду отвечать потому что я запутаюсь я не могу бегать отсюда туда и лично мне тоже не пишите мир мертвых ваши вопросы 13 дней назад я загрузила этот ролик вот под ним можете задавать свои вопросы и так поехали здравствуйте дорогая инга послушав вопросы людей решилась задать свой вопрос который мучает меня уже более 10 лет 2012 году вышла замуж через год примерно снится мне моя бабушка честь которой меня назвали уходила она с обидами на меня что я хотела поменять имя но ушла можно сказать на моих руках так вот она мне снится старенькая в своем голубом халатике лежа на диване дома и рожает ребенка я взяла этого малыша это был мальчик радостная на стуле завернула его в голубую пеленку вокруг бабушки суетились мама сестра врачи но я все внимание уделяла ребенку к слову 12 лет в браке детей у нас нет я так понимаю бабушка хотела сказать что не будет мне ребенка или что-то в этом роде пожалуйста если сочтете нужным объясните что это было бабушка редко снится и так далее давайте так я вам посоветую мне все-таки написать я вам объясню что и как делать может быть очень надеюсь что это поможет потому что это многим помогало и вам должно помочь напишите мне днем наверное после четырех пяти примерно в это время это первое если мертвые рождает ребенка или передают тебе ребенка или рядом с мертвым лежит ребенок это говорит о том что где-то рожде орган деторождения у женщины таком опасном состоянии и что не только родить не сможешь что нужно будет идти проверяться что через этот орган может начаться болезнь этого органа что потом может охватить весь организм рожденные мертвые ее желание продолжение вашего рода она понимает что не получается то есть естественным образом не получится естественным образом дает знать что если ты дальше ничего не сделаешь то ребенка не будет никогда и к слову таким женщинам я советую не изводить себя сесть со своим мужем поговорить сейчас есть специальные организации в которых суррогатное материнство суррогатной матери обговорить эту сумму сейчас законом больше защищены люди которые являются биологическими родителями и родить таким образом себе ребенка и не мучиться это ваш ребенок генетически она просто носит в себе этого ребенка вот на самом деле 21 век в конце концов если вы хотите продолжение своего рода вы можете пойти на это вот те деньги которые вы будете тратить на лечение бесполезные туда-сюда вы можете их собрать и просто нанять женщину который вам родит ребенка на вполне законных основаниях потому что она все подписывает это не купли-продажи детей это она рождает ребенка получает сумму и этот ребенок отдается передается вам как биологическим родителям советую людям которые бездетные которые могут родить иногда люди отдельно с другими парами могут родить детей вместе и никак не получится родить потому что них там несовпадение понимаете и что вы будете сидеть вот так вот убивать себя ненавидеть себя и жить не хотеть и мучиться есть решение этого вопроса поскольку 21 век сделайте таким образом рождение мертвого ребенка говорит о том что у вас и с органами женскими непорядок напишите мне днем я объясню что и как так далее инга благодарю вас за такой подарок судьбы жить с вами в одно время вас только узнал из ваших лекций и так далее так далее а спасибо большое это пожелание было очень приятно так теперь скажите пожалуйста важно ли для усопшего человека где и как и его или ее хоронят если усопший человек перед смертью вам сказал свое желание это не каприз это очень может быть что ему пришли и вас не сказали подсознательно дали понять и поэтому нужно уважать его последнюю волю сделать так как он попросил если он просил если вы знали что например муж там очень любил свою жену вот и может не обязательно завещал но вы знаете что они были неразлучны что они всю жизнь были вместе и тут так получилось что она раньше ушла им позже и вы понимаете что он бы хотел быть рядом с ней естественно сделайте так как нужно делать понимая зная характер человека его желание то есть не мне вам говорите вы знаете своего родного человека и понимаете как должно быть а так без разницы главное что его душа упокоилась и это может быть и кремен кремен кремация это может быть и похороны смотря как то есть что вы решили и естественно учитывайте его мнение если бы он был живой хотел бы он так или нет уже лучше знаете этого человека как бы он хотел и так и сделайте а если он свою волю ясно четко дал понять естественно сделайте следуйте его просьбе доброго дня уважаемые инга в эти дни столько говорили от кладбища что вчера переслушала вашу лекцию о кладбище о домах близ кладбища если уж дом недалеко от кладбище достаточно ли защитить семью чистками дома защитами подаренными вам если у меня есть целые там ритуальные значит ритуальный цикл именно для людей которые работают в ритуальных услугах этих людей кто проходит мимо кладбище часто на работу кто живет рядом с кладбищем вот для них эти чистки честно не помню как назвать но мои зрители помнят по моему защита от мертвого взгляда что ли что-то в этом роде и несколько работ так что я дарила достаточно если будете делать как надо и повторять время от времени то вполне достаточно этой защиты так здравствуйте уже минга большая благодарность даже спасибо на вашем канале уже полтора года у меня такой вопрос когда мне было около 15 лет проснувшись ночью я увидел как открылась дверь в комнату где я спала и вошла моя бабушка чтобы меня убить табуреткой я не могла не двигаться не кричать и в последний момент пришла в себя действительно уже так уже проснулась отдышалась как после удушья не помню как я уснула но днем и узнали что бабушка умерла с тех пор я не знаю почему она пришла меня убивать и к тому же табуреткой благодарю вас заранее за ваш ответ вы знаете иногда злые силы приходят принимая обличие наших близких родных людей это во первых во вторых иногда наши близкие родные люди с того света приходят предупреждают нас но предупреждают запугивая вот например я рассказывала что женщина вас не услышала голос отца который там значит кричал на нее жутко там ругался матерился она проснулась и увидела что дома пожар начался детей схватила убежала но пожарных вызвала там успели потушили но это комната где она находилась уже горела почти она не чувствовала она очнулась от того что когда человек очень глубоко спит знаете глубокий сон такой этап глубокого сна может не услышать в такие моменты и и врываются домой и пожар и все что угодно случается но как будить медленно приятно там каким-то приятными голосами не проснешься когда тебя пугают ты встаешь но это для тебя спасительно может быть бабушка ваша не особо любила вашу маму и не очень хотела вашего рождения иногда свекрови не хотят рождения своих внучек из-за того что понимает что после этого брак будет более крепкий и вот они не расстанутся и это не хотелось бы и может прийти просто показать как тебя ненавидит если бабушка была любящая то очень может быть что вы вас не задыхались сами что-то у вас случилось дети иногда могут захлебнуться иногда могут у них может быть сердцем проблема не могут уснуть не проснуться все что угодно и это бабушка могла прийти этим испугом тебя разбудить тем самым спасти тебе жизнь и такой вариант возможен просто дело в том что однозначно сказать невозможно сказать что бабушка тебя ненавидит хотела действительно что-то там с тобой сделать навредить я не могу потому что иногда духи принимает обличие наших близких людей и это не всегда те самые покойные духи понимаете то есть покойные люди смотря что после этого произошло если ничего не произошло то очень может быть что бабушка просто тебя разбудила потому что увидела что ты задыхаешься во сне такой может быть и если после этого она не приходила никак не вредила ничего плохого не случилось ближайшие годы после этого ну значит она просто пришла напугала тебя чтоб ты проснулась значит тебе так надо было ну может спросить у матери например если она сейчас есть жива а вот были ли у меня там проблемы в таком-то возрасте какие-то задыхалась ли и на удивление можешь услышать что да бывало что ты во сне там плохо себя чувствовала или или что-то такое вот бабушка и пришла и разбудила вообще родные люди не вредят если конечно при жизни они нас ненавидели то другой вопрос могут и после смерти вредить и такие моменты бывают здравствуйте инга благодарю ваши за вашу работу ритуалы лекции когда у меня родился ребенок мне снился сон где дед предстал в образе живого и сказал такую фразу что он рад что увидел внука и рад бы был поиграть с ним усопшие могут таким образом навещать живы с тех пор больше не не приходил во снах могут навещать могут усопшие даже привести человека которые на тебе женится и родиться ребенок они могут даже посоветовать во сне они могут даже иску показать тебе кто будет твой суженый значит у вас сильный ротки если ваших предков их души пускают сюда прийти во снах или в ином в ином каком-то обличье прийти показаться поговорить и увидеть своих внуков понять что их рот здесь продолжается значит у вас был хороший добрый рот достойный рот да могут конечно радуйтесь что они видят значит он будет и и его оберегать если дед увидел это все-таки один из прощуров рода так уважаемые есть поверье когда рождается человек дата его ухода уже прописано как видите вы это ну вы откройте мою лекцию судьба доля рок и очень внимательно послушайте потому что это сейчас не касается мира мертвых это другой вопрос вот откройте и послушайте до приписан основные события которые неизбежны в его жизни они прописаны говорят на роду написано это с востока пришло такое выражение потому что например в армянском языке судьба называется чакатагирь переводе означает написанное на роду что написано на роду человека вот на лбу если уж так грубо перевести написанное на лбу добрый день так дорога инга благодарю возможность задать интересующий вопрос если повторюсь извиняюсь прошу расскажите пожалуйста о том как лучше человеку быть похороненным что необходимо обязательно соблюсти после похорон что нужно делать что делать нельзя как человека обуть одеть как положить если крематься то что лучше делать с прахом если будут привлечены люди из церкви на отпевание прочее будет ли это влиять на умершего если человек просил перед смертью чтобы его отпевали отпивайте если он просил чтобы его хоронили не кремировали, значит, хороните. Если человек не просил этого, если вы будете кремировать, понимаете, это зависит от того, что за человек был, как он жил, как он хотел уйти, какие у него родственники. Если родственники хотят его отпевать, если он при жизни как бы, ну, не обязательно прям воцеркованный человек, ну, в любом случае был не против, то сделайте ему это не навредит. То есть, по сути, это больше желание, чтобы он обрел покой. А как он обретет покой, это уже дело его, его родных, близких и так далее. Но если человек строго сказал, вот не хочу, это того, хочу быть кремированным, значит, выполните его просьбу. Далее. Как лучше быть похороненным или... Когда человек похоронен, он должен стоять возле своей могилы обычный год. Год на разложение тела. Его тело должно разлагаться одни кости. То есть, прах остается, и он уходит. Но то, что мы сейчас едим, мы просто, можно сказать, консервированный будем там лежать. И годами, и веками иногда не разлагаются тела. Это зависит и от почвы, это зависит и от многих там факторов. Значит, душа человека будет привязана там. есть еще другое поверье, что земные силы, они не хотят отпускать души, они хотят, чтобы души были на земле и служили им, этим силам, которые на земле находятся. И поэтому долгое время не дают душе уйти, не дают телу разлагаться, тем самым у них целая армия мертвых, неприкаянных или тех, которые еще не ушли, остались на земле. Именно поэтому наши предки предавали тело огню, сразу избавляя душу от земной жизни, сразу же от земных оков. Это первое. Во-вторых, это было гигиенично, то есть чисто. Не было могил, не было гниения, не было костей, не было необходимости там, не привязывали себя к кладбищу, понимаете. Вот сейчас мы живем в такой страшный век, когда целые народы снимаются с места и уходят, оставляя свою родину. И там могилы. И потом узнаем, что эти могилы сравнивают землю, издеваются, снимают, вытаскивают мертвых, крабы. Понимаете, какая-то боль. Это мы привязываем себя к этой могиле. И когда мы далеко находимся, когда тем более какой-то вандализм совершается, нам ужасно больно. А когда мы освобождаем душу, и обычно значит, нужно было развеять пепел по реке, потому что река называется между миром живых и мертвых. Река, она как символ судьбы. Это и называлось тризна, когда развеивали прах, а потом в честь у умершего нужно было организовывать какие-то поединки, игры и так далее. Для чего? Чтобы дать ему напоследок энергию, энергию уйти, подняться наверх. И все эти поминальные ужины, это последний раз мы едим, а он через нас чувствует вкус еды, он чувствует аромат еды, потом плач ритуальный, который помогает ушедшему, вот мы даем энергию, силу свою, чтобы он поднялся и так далее. Много всяких. Значит, далее, что нельзя? Напиваться нельзя на похоронах. Раньше на Руси вообще кисель пили, не пили горячительного на похоронах, чтобы не напиваться, потому что если человек пьяный, то его хранитель уходит от него и так считает, что он его покидает и не охраняет. в этот момент. А поскольку это место такое, что за новоприставленным пришли души, чтобы забрать, эти души могут разозлиться на пьющего человека и могут вселиться, могут к нему значит прилипнуть и он может потом мучиться, избавляясь от них. Мертвец может наказать за неуважение к нему. Далее, на похоронах нельзя ссориться, нельзя друг с другом собачиться, как бы не хотелось там что-то высказать. В этот день никак нельзя такие вещи делать, потому что были случаи, когда на похоронах ссорились, что-то не могли поделить две сестры и упала, там разбилась картина прямо перед их носом, можно сказать, чуть ли не задела их, то есть, она рассердилась их сестра, что они так себя ведут. Дальше, как человека обуть, одеть, что положить, обуть, одеть, как вы считаете нужным, как она хотела, хоть свадебные платья, если она хотела. Это не принципиально, это зависит от традиции, обычаи, от желания самого усопшего, от желания его близких и родных. Главное, нельзя одевать свои вещи, не вздумайте снимать мерки с себя, одевать свои вещи, там какие-то свою оставлять. Далее, раздать вещи или оставлять, как хотите, хотите раздавайте, хотите оставляйте. На самом деле от этого ничего не зависит, и я, например, противник того, что вот как человек умер, все, все, раздайте, все отдайте, ничего не оставляйте дома, даже фотографии уберите, все, что о нем напоминает, уберите, как будто человека и не было на этом свете. Вам бы не было обидно, если вы ушли и все, что о вас говорит и о вас напоминает, все в печку, все в мусорку, все раздали, все отдали, и словно вас и не было на земле. Если у вас есть желание хранить вещи любимого человека, вы можете это делать всю свою жизнь хранить. От этого ничего плохого не случится. Другой вопрос, что носить эти вещи должны либо близкие люди, либо люди, которые его вообще не знали. То есть отдать, раздать, оставить где-нибудь, чтобы отдали, если это хорошие вещи, если вы хотите отдать. А можно ли носить вещи своих близких, родных, которые ушли? Да, они ваши родные люди. наоборот, им было бы приятно их туши видеть, что их вещи остались дома, что их бережно носят, и не выбрасывают, не выкидывают, не раздают, не продают, а носят точно так же золото, серебро и так далее своей матери, своей бабушке. Они обереги. Это родовые вещи, которые нужно передавать из поколения в поколение. Они оберегают. Но мало ли что, умерли они, но все умирают. Все люди умирают, каждый от чего-то умирает, без причины не умирает. Должна быть причина, из-за чего тело уйдет. Другой вопрос, если, например, погибли при катастрофе и так далее, и если на ней были эти украшения, лучше их или переплавить, или очистить, или отдать например, от матери дочки, не чужим людям, не тетки, они не чужие, но в любом случае не третье родство, а вот именно непосредственно оно своему ребенку плохого не сделает. Дальше с прахом что делать, я вам сказала, лучше развеять над рекой, хотя опять есть желание ушедшего человека покойного человека, может он хотел где-нибудь в таком месте, где они были счастливы, где они встретились, может он захотел, чтобы развели этот прах где-нибудь в лесу, где они любили гулять, понимаете, вот он хочет, чтобы какая-то часть его энергии там осталась, сделайте, как человек захочет, сейчас век более продвинутый, и люди уже более так, скажем, свободны в своих мышлениях и желаниях, и они имеют право делать так, как считают нужно. Так, спасибо вам за оказанную возможность Тайны мира мертвых, недавно 31 мая этого года в Астрахань Зверске были 39 собак, это мы уже, да, этот вопрос я озвучила, по-моему, прямо в первых, не будем опять возвращаться к этому вопросу. Здравствуйте, уважаемый Инга, пожалуйста, помогите разобраться, так, 27 мая, погодите, сейчас еще один вопрос, вопрос о самоубийцах, какие мытарства проходят душа и будет ли освобождение, откройте, пожалуйста, мой ролик тем, кто ушел добровольно или по своей воле и как помочь их душе, и слушайте внимательно, там все сказано, просто там есть и ритуал, который помогает им освободиться, почему, значит, тяжело душе, который сам себя убил, уйти из этого мира, и опять же скажу, смотря из-за чего, что сподвигло, вы знаете, курить, курить, зная, что это может закончиться летально, тоже есть самоубийство, и пить то же самое, понимаешь, куда ты себя ведешь, и колоться, это все к этому относится, поэтому сказать, что прям вот именно целенаправленно идти, это сделать, вот только это считается, нет, не хочу это слово постоянно повторить, нет, не только это, все остальное тоже означает сокращать свою жизнь намеренно, и если тебе дано жить на этой земле 70 лет, а ты себя изведешь и отправишь на тот свет в 35, потому что ты и пил, и кололся, и чего только не делал, то вот те годы, которые ты должен был потратить, та энергия, которая должна была тебе дана жизненная сила прозапас, это не означает, что у тебя там ты не должен спать, есть, у тебя вот есть сила, и вот это вот, нет, она тебе прозапас дана, каждому человеку ровно столько, сколько его жизнь будет длиться, ему дана жизненная сила прозапас, и он это берет, использует, берет, использует постоянно, и все эти планы, которые с тобой связывало мироздание, и все эти нерожденные дети тобой, которые должны были родиться, и так далее, и вот это все тебя будет удерживать скандалами на этой земле, и не даст покоя, не даст уйти, потому что ты это не истратил, ты должен был это истратить, но есть исключения, если, например, человек, чтобы не попасть в плен, берет и взрывает себя, предположим, вот его душа найдет покой или нет, найдет, знаете почему, его принудили к этому, и поэтому он имеет право получить прощение, как он это получит, мы не можем по полкам разложить вам, разжевать, сказать, мы можем предположить, исходя из опыта поколений, из умных книг, из философских, из религиозных, каких-то доктрин, мы можем это все собрать воедино и примерно понять, что прощение получит эта душа и уйдет, правда, не самые высокие миры, но уйдет, а вот человек, который намеренно сокращал свою жизнь, человек, который пошел, кинулся с моста из-за какой-то шалавы, которая не позвонила там, не знаю, во сколько-то, этот человек может очень долго не получить прощение, но в итоге он прощение получает, но он может на этой земле быть несколько сотен лет, и поэтому не удивляйтесь, когда на фотографиях проявляются лица, и эти лица искаженные гримасой боли, потому что им здесь плохо, они здесь комфорт испытывают, боль, поэтому на фотографиях иногда проявляются вот эти сущности, души, духи, ну, кто угодно, и у них невеселое лицо, правда, именно поэтому они пугают, именно поэтому они превращаются в привидения или в призраков, привязываются к какому-то месту, именно поэтому мы говорим, вот мост самоубийц, например, в Ереване есть такой мост, мост через реку Гитар, там очень многие, очень многие себя кинули вниз, и последние годы тоже годы депрессии, ужасные вообще, слава у этой реки и этого ущелья, и там часто выходят привидения, призраки, в Анатзоре, в Кировакане есть такое место, место где-то там химзавод, и дальше Саритах называется, вот в этих местах есть вот такое ущелье, и там место называлось Долина самоубийц, потому что мы, я в детстве с родителями там жила, у меня отец был актер Панадзорского театра, мы жили на этом Саритахе возле химзавода, и проходили постоянно, и люди все время говорили, и отец мой говорил, что видел тени, что видел людей, что шел, а там рядом какой-то разговор шел, как будто люди разговаривают, а никого нету, боялись жутко проходить, вот превратились призраков в привидении, привязались к этому месту, и никуда не уходят, те, которые кинулись там под машину, сами, предположим, тоже привязываются к этому месту, есть места, когда идешь, то есть едешь по дорогам, иногда такие дороги, как будто едешь среди кладбища, потому что везде кресты, 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 погибшие кресты, вот и все, и часто видят там, например, призрак ребенка, женщины, родные и близкие не отпускают, все время приходят, там цветы, значит, кладут на это место, то есть это место они превратили в такое место паломничества, я их не виню, конечно, когда родной человек уходит, это страшно, это ужасно, тем более, если у человека там один ребенок был, и вот так случилось, это всю жизнь, это мучение, но этими мучениями, слезами, эгоистично родители не отпускают ребенка, и он там привязанный к этому месту, все время является, а потом со временем превращается в него немного злобное привидение, начинает пугать водителей, начинает создавать такое, знаете, скучно становится, начинает создавать, ну как бы, аварии там, вот, причиной становится аварий, потому что то появляется, то перебегает эту дорогу, и сталкивают, и там опять гибнут, и рядом опять крест ставят, зачастую мы люди сами привлекаем эту вот, всю эту темноту, черноту, вот этими всеми символизмами, прочее, вы знаете, в исламе очень мало символики, они более свободные от этого, скажем так, то же самое, например, наречения, там дают ребенку имя, просто сказали ему в ухо его имя, и все, и этим заканчивается, то есть, вот мало символики всякой, потому что материальный мир, он все-таки привязывает и притягивает эти души, непрекаянные души, ушедшие, там погибшие души, все эти символизмы, все то, что мы ставим, эти памятники возле дорог и прочее, эти венки, они же тянут туда, вот это вот, привлекают все эти силы туда, и в конце концов мы удивляемся, почему наши дороги превращаются в какие-то дороги смерти, что-то нехорошие места, там гиблые места, мы вот накапливаем, накапливаем веками это все, не отпускаем их души, как это делали там наши предыдущие, например, да, нигде ты не найдешь могилу там великих князей еще Рюриковичей первых изначальных, потому что их придавали огню и отпускали душу, нету их, они не привязаны к этим земным каким-то символам, а потом их начали привязывать, привязывать к этой земле, и мы вот получили эти все они хорошие гиблые места, места аварии и прочее. Так, давайте дальше пойдем. Пожалуйста, помогите разобраться, да, 27 мая умер мой любимый братик, 18 часов, уже лежал, был раковый, этот рак, конечно. В этот день он говорил, помогите, 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 ему делали много уколов, обезболивающих, да и пластырь наркотический сильный был на руке, но все равно он просил помощи. Мне сейчас плохо стало, потому что я себя вспомнила, это ужасная боль, никакие лекарства не помогают, жуткая боль. те люди, которые смеются над раковыми больными, я вам, знаете, что скажу, будьте вы прокляты, потому что это очень страшная вещь. Я знаю, просто мы встречали не раз таких вот ублюдков, которые смеялись над этим, этой болезнью, им весело, смешно, они просто не представляют какая-то адская боль, ну, не представляют эти существа. Сейчас сказали мне, так, хорошо. И он все равно просил помочь. Также он говорил, простите меня, простите, простите, мы поняли, что он просил прощения, что своей смертью будет причинять страдания, так как он раньше просил прощения у всех, и мы все у него просили прощения. Он сам вызвал батюшку, исповедовался, соборовался, так как верит. Ближе к вечеру попросил перевернуть его на набок. Захрипел, потом четко, ясно сказал, а вот ты и пришла. И сразу зрачки расширились, и он умер. То есть мы поняли, что агонии не было. А он просто увидел. Ну, увидел смерть. Скорее всего, он либо во сне видел, либо ждал. Обычно перед смертью люди уже видят. Они видят тени, они видят там всякие. Я вам, прежде чем ответить, расскажу одну историю. Галина Вишневская рассказывала вечная ей память, великая певица. Она говорит, что у нее, значит, было воспаление ужасное, и она умирала где-то то ли в Праге, или где, ну, в общем, отменили концерт, и она лежала, чувствовала, что ей нехорошо. И говорит, я начинаю понимать, что я начинаю холодеть. У меня прям холод идет. Причем, не забыть сказать, она это сказала, какого числа, я сейчас не помню, и через много лет, через лет 60, по-моему, того же числа она умерла. То есть, она все-таки за ней пришла, представляете. И она говорит, я начинаю холодеть, и у меня мысль, что, наверное, люди так и умирают. Вот так вот начинается холод, в общем, коченеет, умирает. И открывается дверь, заходит женщина. Обычно, говорит, женщина в каком-то сереньком платье, крестьянское лицо, ничем не примечательное. Просто заходит такая вот женщина, русская женщина, подходит и смотрит на нее. Она говорит, ты кто? И в ответ слышат, я твоя смерть. И я, говорит, так наорала на нее, так, иди отсюда, пошла отсюда, выйди отсюда, иди отсюда. Наорала. Она, говорит, спокойно повернулась, без слова, и ушла. И она выздоровела, встала на ноги. И я так думаю, что через много лет того же числа опять та женщина пришла, и она ее забрала. Понимаете, по-разному. То есть, ваш брат мог видеть во сне, или в таких вот состояниях приступа боли он мог уже видеть. Может быть, с ней говорили, что немного потерпи, я скоро приду, и эта боль закончится, и так далее. Поэтому, когда вы, то есть, когда он попросил перевернуть его, потому что понимал, что он уже умирает, расширились зрачки, потому что он увидел, посмотрел, и боль ушла. То есть, он все, он начал выходить из тела, и последнее сказал, вот ты и пришла. Салтыков Шитрим перед смертью сказал, тоже так посмотрел, зрачки расширились, и сказал, это ты, дура, и ушел. Так, вопрос. Почему он говорил, помогите, если его обкололи всем, что можно было? Это была шокирующая такая была. Ну, в общем, неправильно писали, ладно. Скорее всего, он видел их. Он понимал, что пришли за ним. И он боялся, что его заберут. Может быть, он боялся, что его заберут. Может, он ждал батюшку, если он хотел, перед этим там, ну вот, облегчить душу и так уйти. И когда он увидел эти тени, он просто испугался, что его заберут, а он не успеет. Вот и говорю, помогите. И как понять слово, а вот ты и пришла. Смерть. Он уже ее увидел во сне, он уже с ней говорил когда-то, может, ночью просыпался, разговаривал выше. не все слышите перед смертью. У меня дед тоже говорил со всеми своими ушедшими и друзьями и так далее. И когда, то есть, уже он увидел ее, он уже облегченно сказал, вот ты и пришла. У него отнимались ноги, потом туловище вверх поднималось, а не менее, или что-то другое. Или он что-то увидел так же. Ну, вот я уже говорю. Я очень люблю своего брата, знаю, что не надо каждый день плакать, пока плохо выходит. Просила до сегодняшнего дня, чтобы он приснился. Посмотрела ваше видео, теперь просить не буду. Не надо просить, он ушел, он уже покоится, поэтому он не приходит. Он может потом когда-нибудь прийти. Если первое время ушедший человек постоянно снится, это очень плохо. Это значит, он на земле не может уйти. Вот и он все время приходит во сне. То есть, ну, вы ложитесь спать, а он рядом где-то. Ваша душа выходит, естественно, одна часть вашего астрального тела, и вы тут же встречаетесь. Поэтому, если вы все время видите во сне, значит, он здесь. Если не видите, значит, он нашел покой. Он раньше не верил, что и жизнь души, духа после смерти, а несколько дней до смерти сказал мне, что теперь не смеется. Я очень хотела бы узнать у него, понять, а понял ли он, что смертью, жизнь души и духа не заканчивается. Конечно, понял, если он перед смертью уже сказал, ты пришла, он увидел. Прошу прощения, много написала, и так далее. И вам здоровья тоже. Послушайте меня внимательно. К сожалению, YouTube не выдает имена людей. Да, непонятно, кто написал. Попробую нажать на канал, может, увижу. Ирина. Ирина, найдите мой ритуал к родной душе. Проведите, и вам станет легче. И отпустите его. Он и так отмучился. Дайте ему спокойно уйти. Он в лучшем мире. Ему не больно. Не надо по нему плакать. Плачьте по нам, по всем. По живым, которые еще остались на этой земле. И еще наш ад еще впереди. И проходим, и проходим. Вот по нам плачьте. По мертвым плакать не надо. Они вернулись домой, понимаете? Им там хорошо. Они с близкими, с родными. Им лучше, им легче. У них нет этой боли. Не держите его здесь. Отпустите его. Проведите этот ритуал. Вам станет легче. Вы сразу поймете, проплачете всю ночь, а утром уже будет легче. Не топите его слезами. Вам просто больно вспоминать. У вас жалость. Вам жалко. Вы помните, как он кричал, как он мучился, его страдания, все эти не дают вам покоя. Но вы должны понимать, что этого всего уже нет. Оно закончилось. Вы плачете потому, что было. Вы по прошлому плачете, а вы в прошлое не сможете вернуться и это исправить. Понимаете? Прошлое оставьте в прошлом. Его уже нет. Мы всю жизнь, вообще все мы люди, все мы живем в прошлом. Мы вспоминаем свои ошибки, мы все время крутим головы, а мы могли сделать, не могли. Можно было вот так сделать, надо было вот то сделать. Мы говорим о том, что уже прошло. И мы уже ничего не сделаем. Вот и все. Так, давайте дальше. Добрый день, уважаемые Инго. Большая благодарность вам за ваши работы, лекции и объяснение того, что нас окружает. Когда умерла моя тетя, и моя бабушка очень сильно убивалась, плакала. Она рассказала, что по ночам ее тянулось за ноги что-то. Постоянно ходила на кладбище. Оно у них в деревне недалеко, можно дойти пешком. И случилось так, что один раз она очнулась на кладбище посреди ночи, совершенно не понимая, как она туда попала. Она безумно испугалась и бежала оттуда босиком в ночной рубашке. После этого успокоилась, не стала туда ходить больше каждый день. Как она могла там оказаться, ночью ничего не помнили. Может, ее так хотели напугать, чтобы она перестала ходить и плакать, и пришла в себя, что тянула до этого за ноги. Расскажу вам историю своего друга Леши. Я думаю, что он будет не против. Его два брата, один родной брат умер намного позже. А двоюродный брат, сын тетки, у нее больше не было детей. После того, как ее сына не стало, она стала опекать сына своей сестры. То есть они, две сестры, опекали своих сыновей, допекались. Вот тетка, она, у нее был единственный сын. Он был человек с криминальным таким, прошлым. И во время пыток, ну, били 90-е годы, менты, что-то там такое, он кинул себя с окна. Кинулся, покончил с собой. И его тетя не могла успокоиться. Ходила с ним постоянно. Даже магнитофон туда тащили, включали его любимую музыку. Люди смотрели, говорили на нас, как на сумасшедших. Она несла туда арбуз. Ну, в общем, все внимание было приковано к нему, к его могиле, потому что единственный сын, никого больше у нее не было. Вот она всю свою любовь отдавала ему, уже ушедшему. И знаете, сначала ей отрезали одну ногу, потом вторую, и она перестала туда ходить. Потому что она надоела мертвому миру. Они просто отрезали ей ноги, чтобы она туда больше не пришла. Ваша бабушка, когда все время плачут люди, сетуют, зазывают, обижаются на мертвых. Вот ты меня оставил, вот ты, почему ты пил, ты же знал, что умрешь, ты оставишь мне одну. Или там, ну, это так, к примеру. Это называется зазыв. Они начинают зазывать умершего человека, и умерший человек начинает приходить. И он приходит, и другие мертвые с ним начинает являться. Как ваша бабушка там оказалась, это лунатизм. Но самое интересное, что лунатики просыпаются, как только холодные касаются их, они просыпаются. Обычно лунатикам там мокрую тряпку кладут под, там, рядом с кроватью, чтобы она как только наступила, проснулась и никуда не вышла. Тетка моя так выходила на улицу. Но в этом случае можно сказать, что они может быть и отчасти лунатизм, но отчасти они, может быть, знаете, как, оморочили ее, подселились в ее голову и ее повели, то есть ее тело повели туда, ее так напугали, чтобы она больше не ходила туда постоянно, чтобы она больше не плакала, чтобы она больше не зазывала, не тревожила покой, потому что она там ждет своего часа, свой черед, куда ее определят, а здесь постоянно ее обратно дергают, плачут, просят, зовут и не дают покоя, не дают упокоиться душе. и таким образом бабушку вашу наказали, да, напугали, что тянула, но она же просила, вот приходи, приснись, там и так далее, в конце концов, ну, начали приходить эти силы, эти сущности, эти души ушедших, и они начали давать, показывать признаки жизни, тянуть ее, трогать ее, это нормально, это неудивительно, она начала их зазывать в свою жизнь, и уже они начали физически проявляться, и в конце концов, они ее напугали так, что больше она не стала тревожить ее душу. На сегодня пока достаточно, друзья мои, я постараюсь на днях еще снять, сегодня, сейчас у нас который час, ой, уже три скоро, пойду еще кое-что сделаю, и, наверное, немного отдохну. Всем спокойной ночи. и, 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 и,